Ну, вы это там вырежете. Вот сейчас, наверное, завтра пошла. Да, завтра пошла. Здравствуйте, с вами Яна Поколова. И сегодня мы посетим с внутренним тренингом. Восторгом. День, скажи, пожалуйста, такой интересный вопрос. Сейчас очень часто вижу в сетях, ну, вообще знакомых, какие настроения. Что же это такое? Почему мужчины ведут женские тренинги? Что это за ерунда? Что может вообще дать мужчина, женщина? Ты тренинги не ведёшь, но зато и ведёшь квест. Психологически. Так, расскажи, пожалуйста, скажи, квест, у них там много женщин? Да, особенно, кстати, последний квест, он, несмотря на то, что он мужской и женский, но так получилось, что вся группа – это одни женщины. И здесь я хочу сказать, что в идеале вообще любую программу должны вести и мужчины, и женщины. Будь то мужская или женская программа. Но проходить программу мужчины – это очень хорошо. Почему? Потому что я вижу, что некоторые женщины, которые приходят на квесты, они, в принципе, не говорят на какие-то темы с мужчинами. При этом многое делают и стараются они именно для мужчин. То есть они делают людей, от которых они получают обратную связь. И часто они даже не разговаривают с своими мужьями на какие-то темы. И в этом случае я, наверное, выступаю, как тот, кто старается помочь им лучше понять мужчину. И дать обратную связь, да, с одной стороны, да, как ведущий, да, и как мужчина, да, который видит какую-то реакцию женщины. Да, чтобы они уже так понимали, то есть, а некоторые так удивляются, да, а вам вот это вот нравится мужчин? Я говорю, ну да. И иногда я прошу простые вещи, да, да, тоже, а спроси своего мужа, там, а что ему нравится, и так далее. Спроси даже людей, там, незнакомых, там, и так далее. Это важный момент. Вторая вещь, я часто слышал, опять же, от женщин, которые приходят, что иногда лично приходят на женский тренинг, где ведущая женщина, и все здорово, здорово, здорово. Но иногда происходило такое, что какая-то участие в нее, что-то лучше получается, и так далее. Ну, яркая очень. И ведущая, ведущая женщина. Чаская ревность такая. Да. Ревнование. Это происходит. Сама лично участвовала на таком тренинге, когда ведущая, ну, может, так сказать, преревновала, это была моя подруга, и это была очень некрасивая ситуация, и, так сказать, очень неприятная ситуация. Хорошо, а вот в плане, ну, так скажем, сексуальности, как мужчины может, как сказать, какую-то обратную связь, да, что же может мужчина? Что-то может, что-то может, не знаю, дать какой-то настрой, какую-то подсказку. Удивительно, но да. Потому что иногда приходят женщины, и действительно, вот, заблокированы всячески именно вот сексуальность. То есть внешне есть красивая какая-то картинка, и вроде пытаются... Но не привлекать. Да, ну, то есть нет вот этого внутреннего. И да, мне приходится, как у себя, ну, что я мужчина, немножечко рассказывать женщинам про простые вещи, что нужно. Вот я иногда прошу, да, классические, написать желания. И там какие-то просто, там, захватить мир, там, спасти человечество. Но там напрочь отсутствуют простые желания, как сходить, сделать массаж, как принять ванну с пеной. Я говорю, подожди, стоп, вот нет вот этих желаний, а хочется? И они такие, да, точно хочется. А когда в последний раз там ходила на танцы? Ну, полгода назад. Вот, это же сексуальность, это жизнь. Это те маленькие вещи, без которых не получится, тех глобальных, на которых мы участвуемы. Поэтому, да, мне приходится вот, в частности, показывать женщину. Это похоже, по-твоему, похоже, как у женщины, как-то она, ну, допустим, живёт только вверху и не живёт внизу, например. Или в каких-то ассетах своей жизни она умеряется, или в каких-то монетах, да, то есть она как-то, ну, в тысячу, тысячу разного. Сейчас скажу точно. Есть либо так, либо только вверху живёт, либо бывает так, что она живёт либо внизу, либо вверху, то есть скачет туда-сюда, то в крайности, куда-то сюда, там, то сюда. Да, и связано с тем, что, скорее всего, нету некой вот мостика между нижней и верхней частью. Это раз. Ну, то есть вот сердце или воле, как-то вот. Не хватает связи. Нужно вот такой... Чувствован и чувственность. Да. Да, вот. Не хватает как будто бы одного такого пазла, и вот это мы в расходе квеста делаем, находим тут детальку. Потому что женщины приходят, они умные, опытные, у них есть навыки. Но вот какого-то вот маленькой детальки, причём эту детальку может человек только сам найти в себе. Вот чтобы её вставить, и тогда вся эта система заработает гармонично. Это раз. И второе, да, конечно, это происходит из-за того, что я вижу глобально у женщин сейчас очень сильное недоверие себе, миру, и уж о чём-то говорить мужчине. В первую очередь, недоверие себе. Это похоже на целостность, почему ты сейчас говорила про детальку, да, про связь между вверх, то есть ощущение себя как целостность. Да, реализуя себя вообще как женщину, ну хотя бы, как я тут говорю, что ты можешь без пользы, там, на столько, на 30-60%, да, чтобы реализовать себя как женщину, хотя бы на 40, хотя бы на 50, очень важно, что ты говорила про детальку. Да, это правда, вот, по сути, целостность, да, вот, обрести это... Да, без пользы помогает. Абсолютно. Здорово. Спасибо за интервью. Ну что же, дорогие девушки, мы приготовили для вас сюрприз, и самое в ближайшее время мы совместно с Дмитрием проведём такой специальный тест для женщин, какой и о чём он будет. Это, правда, все время. Смотрите на нашем музыке, и до новых встреч. Счастливо. А если у вас появились вопросы, задавайте их на сходы. С вами была Ян Томола. Дмитрий Глубин. Спасибо.